Приветствую всех любителей природы Беларуси. Бывая на природе, вы часто фотографируете разных зверей, птиц, насекомых, растений и, наверное, выкладываете свои фотографии в социальных сетях. А хотите, чтобы ваши наблюдения принесли реальную пользу для изучения биоразнообразия Беларуси? Тогда я вам рекомендую оставить свои наблюдения на сайте, который так и называется, биоразнообразие Беларуси. Размещая там наблюдения, вы участвуете в создании базы данных, с помощью которой вы можете изучать много различных аспектов флоры и фауны Беларуси, таких как видовой состав, экологию, закономерности проникновения на территории Беларуси чужеродных видов и так далее. Итак, как я уже говорил, этот сайт представляет собой базу данных, в которой каждый может добавить свои наблюдения. В этой базе данных все наблюдения рассортированы по таким категориям, как, например, звери, птицы, амфибии, рептилии, стрекозы, моллюски, ночные бабочки. Конечно, само деление не совсем удачно, но идея сайта хорошая. В этой базе данных, кроме наблюдений, имеется также галерея фотографий тех организмов, которые были сфотографированы пользователями сайта, а также фонотека и видеотека. Итак, сейчас я добавлю на базу данных наблюдения, которое было сделано в городе Баранович, когда я обнаружил особи моллюска Хелицела Кантиканс. И вот открывается интерфейс добавления наблюдения. Значит, обратите внимание, здесь есть поля обязательные для заполнения и поля необязательные для заполнения. Обязательные для заполнения поля отмечены восклицательным знаком. Вот. Видите, сразу же некоторые поля здесь автоматически заполнились. Это дата наблюдения и время наблюдения. Ну, ладно, дата наблюдения, ладно, но время наблюдения я подкорректирую, потому что, ну, наблюдал я их не сейчас, не в 22 часа, когда я это записываю, а примерно часа в два. Район. Из выпадающего списка выбирайте район, в котором было сделано наблюдение. У меня это Барановичский район. Видите, сразу же автоматически ставится широта-долгота и привязка к карте. Город Барановичи. Если вы хотите более точно указать, то можете подвигать по карте вот этот указатель. Дальше обязательно надо указать, что это за группа организмов. Ну, у меня это моллюски. Моллюски. Указываем. Дальше вид. Здесь можно поступить двоято. Вы нажимаете на эту кнопочку, на стрелочку, и выпадает список, который включает всех видов моллюсков, которые зарегистрированы в базе данных. Если вы попытаетесь сюда ввести свой какой-то вид, даже если он правильный, но его нет в базе данных, он вам не ведется, поэтому приходится выбирать из базы данных. Если же вы не знаете, что это за вид, здесь можно выбрать неизвестно, неведомо. Вот. Опять же, есть такой вариант. Вы можете это так отправить, каждое сообщение обязательно модерируется, проверяется модератором, и он поставит, что это за вид вы обнаружили. Но так как я знаю, что это моллюски хилицелокандиканс, значит, набираем хилицелокандиканс. Хилицелокандиканс. Ну, достоверность определения, ну, очевидно, уверен, не уверен. Я уверен, что это крыльцелокандиканс. Вид активности. Ну, я не знаю, что здесь указать. Я просто укажу тогда наличие. Потому что это обязательное поле для заполнения. Вот. Здесь также вы можете добавлять свои комментарии какие-нибудь. Допустим, я добавлю такой комментарий. Скопление Скопление особей на ксерофильном лугу. Здесь вы можете, видите, добавлять при невозможности определить свои замечания какие-то. И когда всё это внесено, вы нажимаете кнопку «Отправить». Итак, наблюдение отправлено. Ну, дальше появляется вот такое вот неприметное окно, что загрузить изображение, звук, или добавить новое наблюдение. Всё-таки надо, чтобы здесь были, присутствовали изображения вида. Потому что без изображения модератор, скорее всего, не поймёт, что вы имели в виду, правы это вы или не правы. И, скорее всего, просто удалит это наблюдение. Поэтому лучше загрузить изображение, звук или что-либо другое. Нажимаем кнопку «Загрузить изображение видео». А дальше вот всплывает такое окно, которое разделено на несколько секций. Обратите внимание, секции делятся «Загрузка изображения», «Загрузка звукового файла» и «Добавление видео». Если вам надо загрузить изображение, вы нажимаете эту кнопку, выберите изображение и начинаем выбирать. Вот, выбрал одно изображение. Когда выбрал, надо нажать кнопку «Отправить». Вот здесь вот. Да, здесь не совсем удачно сделан интерфейс. Появляется надпись «Изображение успешно загружено». Обратите внимание, что можно загружать не все изображения, а только до определённого размера, до 2 мегабайт. Давайте выберем ещё одно изображение. Вот это. Или вот это. Вот, или цело 2. Открыть. Отправить. Ну и ещё одно изображение. Или цело 3. Открыть. Отправить. Вот теперь мы внесли наблюдение. Обратите внимание, само окошко не исчезнет и никак, и здесь нету, к сожалению, кнопки, которая бы говорила перейти в следующий раздел. Как же увидеть, где ваше наблюдение находится? Ну, во-первых, вы можете его уже увидеть в базе данных, где оно присутствует. Вот. База данных. Выбираем моллюски и другие беспозвоночные. И вот оно, наше наблюдение, которое только что внесли. Смотрим, где присутствуют фотографии этой хелицелы. Сейчас загрузится карта, где её, где она была найдена. И те сведения, которые мы внесли. Видите, вы можете добавлять комментарии, если, допустим, это не ваше наблюдение, но вы хотите что-то прокомментировать. Можете удалить наблюдение. Но не суть. Ещё одно место, где вы можете посмотреть наблюдение, это раздел меню «Мои записи», «Мои наблюдения», допустим. Вот список всех наблюдений, которые вы сделали и отправили на этот сайт. Вот все наблюдения, которые я сделал в разных категориях. Вот снимки наших хелицел и так далее. И все снимки, которые я когда-то сделал и переправил на этот сайт. Значит, всё-таки это база данных. А так как это база данных, здесь можно данными манипулировать. Допустим, вот мы внесли наблюдение за хелицелой. Вы хотите посмотреть, а где же эта хелицела была найдена ещё на территории Беларуси другими пользователями. Для этого можно воспользоваться фильтром. Кнопочка включения фильтра находится вот здесь, вот эта неприметная кнопочка. Нажимаете на неё и появляется окно формирования фильтра. Ну и содержит какое значение. Набираем хелицела. Хелицела. Раз. И она нам выдаёт все наблюдения за хелицелой. Ну, как видите, не густо. Чтобы посмотреть, где они были сделаны, можно нажать на кнопку показать на карте. И вот уже на карте Беларуси показаны точки, где была найдена эта хелицела. Как видите, это юг Беларуси. Юго-запад, вернее, Беларуси. А вот. Значит, ну можно попробовать ещё какой-нибудь вид. Допустим, не хелицела, а хеликс. Хеликс. Виноградная улитка. Посмотреть, кто и где, когда находил виноградную улитку. Видите, уже побольше и наблюдений побольше людей, которые видели виноградную улитку побольше. Ну что, давайте показать на карте. Ну как, полезно? Безусловно. Так ведь каждый желающий может узнать о том, как кто-то или иной вид распространён на территории Беларуси. Где он встречается чаще, где реже. Где на Беларуси встречаются виды, занесённые в Красную книгу. А где чужеродные виды. В какие из месяцев года особи определённых видов активны, а в какие нет. И каждый желающий может поучаствовать в уточнении этой информации, занося свои наблюдения на этот сайт. Таким образом, я надеюсь, что это видео было для вас полезным. И вы, посмотрев его, обязательно начнёте заносить на сайт Беларуси свои наблюдения. И таким образом, вносить свой посильный вклад в изучение фауны и флоры Беларуси.